Привет на Твинкл! Очередная подборка невероятных случаев с животными готова. Собрал только самые интересные моменты, которых вы точно не видели. Начинаем! Битва между Барсуком и Скунсом, заснятая с автомобиля, уверенно набирает обороты. Сражались они довольно долго, и Скунс в этой битве явно проигрывал. В конце Скунс решил использовать свое химическое оружие и обрызгал барсука, который убегал в полной панике. У этой стаи из 20 стервятников сегодня настоящий пир, но спокойно поесть не получилось. В их стаю врывается наглый шакал. Птицы испугались, отошли на 2 метра в сторону и смотрели, как шакал начал есть их еду. Но они полны решимости, как только шакал отскочил в сторону, они снова всей стаей принялись за поедание. Шакалу ничего не оставалось, как просто убежать. Морской лев выскочил из воды и начал преследовать пингвинов. Вы только посмотрите, ему почти удалось догнать свою добычу, но пингвины очень умные. Они убегали прямо к снимающему эти кадры человеку. В последний момент морской лев испугался людей, он развернулся и в этот раз остался без пингвина. Вот еще один момент охоты морского льва, только на этот раз более удачный. Хищнику удалось догнать свою добычу, и он уносит пингвина в море. Красивый момент засняли в питомнике с крокодилами. Сотрудники решили проверить, что будет с арбузом после встречи с мощными челюстями этого крокодила. Выглядит очень эффектно. Во время поездки в Мазамбик людям прямо посередине дороги удалось заснять, как огромная стая диких африканских собак преследует огромную антилопу куду. Даже такое большое животное не может ничего противопоставить большой стае мелких хищников. Собаки почти сразу завалили куду прямо возле дороги. Во время семейной прогулки по лесу люди вплотную столкнулись с большим черным медведем. Женщиной был 10-месячный ребенок, и она сразу спряталась за мужем, который достал перцовый баллончик. Семье повезло, медведь не обращал на них никакого внимания, и как только он отошел достаточно далеко, они вышли на тропу и продолжили свою прогулку. Этот разъяренный шакал сумел отогнать детеныша Газели от его мамы и сразу атаковал. Перепуганная мама Газель просто стояла и смотрела, но когда ее малыш сумел самостоятельно встать на ноги и вырваться из зубов шакала, только тогда она набралась смелости и прогнала этого наглеца подальше. Такое можно увидеть только в Австралии, там попугаем какаду пришлась по вкусу пластиковая обшивка дома. Думаю, через несколько недель они этот домик съедят полностью. А этот синий свиристель застрял в паутине огромного паука, днифил и кругопряда. Удивительно, но именно для такой добычи эти пауки строят свою сверхпрочную паутину. Мухи их точно не интересуют, а вот добыча покрупнее в самый раз. А в этом моменте и четыре кангала атаковали медведицу с маленьким детенышем. Качество записи не очень, но видно, что собаки набросились на малыша и оттащили его в сторону. Мама медведица тут как тут, она защитила медвежонка и больше не отходила от него ни на шаг. В этом похожем моменте кангала атаковали медведицу уже с двумя детенышами. Злобные собаки вцепились в одного малыша и попытались его разорвать. Ответа от медведиц их ждать не пришлось. Она дала собакам отпор и больше они нападать не рисковали. В Бразилии мужчина на байдарке рыбачил на реке Каракол. Ему клюнула крупная рыба, которая начала плескаться на поверхности воды. Со дна ножом поднялся небольшой крокодил и очень испугала рыбака. Зубастик получает несколько ударов удочкой, а потом и веслом. Это сработало и больше он не появлялся. Не знаю, что за монстр привязал бедную собаку к железной дороге, но неравнодушный человек реально рисковал жизнью, чтобы его спасти. У него все получилось в последнюю секунду. А вот как выглядит встреча лебедя со своим партнером после двухнедельной разлуки. Больного лебедя забрали на лечение, и когда он выздоровел, сразу смог вернуться в свое озеро. Встреча с партнером выглядит очень мило. Образделии человеку удалось приручить молодых ястребов, ведь теперь они каждый день прилетают к нему на кормежку. Как видите, кусочки мяса заходят им с большим аппетитом. Во время подводной съемки на Филиппинах довольно крупный осьминог, испугавшись камеры, скрылся в миниатюрной ямке в песке. Даже не верится, что он туда влез. Этого супер-енота засняли на остановке в Нью-Йорке. Смешной зверек выполнял трюки круче, чем в фильме «Миссия невыполнима». Как этот енот оказался на подоконнике 23 этажа непонятно. Но, посмотрев на видео людей, которые все это снимали снизу, становилось понятно, это не енот, а настоящий скалолаз. Еще одно очень смешное семейство енотов. Нора у них на дереве, в 8 метрах над землей. Чтобы залезть в свой дом, мама енот тащит одного малыша в зубах, а все остальные лезут за ней. Выглядит смешно, но нора наверняка очень безопасна и защищена от многих наземных хищников. Если вы досмотрели до конца, значит вам было интересно. Так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотры и комментарии. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok